Деньги на телефоне неприкосновенные. Верховный суд России поставил точку в споре о том, имеет ли право судебные приставы списывать средства с мобильных счетов должников. Подробнее об этой, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Партии турецких продуктов не будут уничтожать на границе. Об этом заявили специалисты Россельхознадзора. Решения правительства на уничтожение санкционных товаров, как это было с продуктами из стран Евросоюза, сегодня нет, а потому специалисты просто будут отправлять грузы обратно. Овощи и фрукты из Турции могут быть уничтожены только в том случае, если на них не будет сопроводительных документов. Программу «Доступная среда» продлят до 2020 года. Постановление об этом подписал премьер Дмитрий Медведев накануне Международного дня инвалидов. По мнению чиновников, до старта программы все в стране, начиная от зданий и заканчивая тротуарами, не было приспособлено для жизни людей с ограниченными возможностями. К сегодняшнему дню удалось вложить фундамент для переустройства. В 2016 году вступит в силу закон, который обяжет собственников зданий и руководителей организаций создавать на подведомственной им территории условия, позволяющие инвалидам чувствовать себя на равных с остальными людьми. Что немаловажно, закон предполагает персональную ответственность за его нарушения. Верховный суд России поставил точку в вопросе о том, имеют ли право судебные приставы списывать деньги со счетов сотовой связи должников. Ранее те, кому задолжали, планировали через суд заставлять приставов описывать мобильные счета. Сторонники телефонного ареста утверждали, что это один из немногих способов повлиять на должников. И говорили, что раз деньги еще не потрачены на связь, их можно использовать в качестве погашения долга. Верховный суд постановил, что средства, внесенные абонентом, представляют собой предварительную оплату услуг, а значит, неприкосновенные. Списывать их со счета теперь официально запрещено.